Библейский портал экзегет.ру представляет отбить, а ОМОН пока не завоеван. ОМОН — это соседняя страна. В начале следующего года, во время, когда цари обычно выступают в походы, понятно, зимой не воюют, потому что дожди идут и холодно, Иоав во главе военного отряда разорил землю Аммонитяна, потом осадил Раву. Рава — это столица, на том же месте сегодня город Амман, столица Иордании. Давид в это время оставался в Иерусалиме. Иоав ворвался в Раву и уничтожил город. Кстати, здесь ни слова о том, что во время этой осады, кстати, Урия, хитянин, был послан к Давиду, а там была целая история про то, как Давид взял себе его жену, но хотел сделать вид, что Урия как раз сделал ее беременной, там все пытался подстроить, а когда это не удалось, то велел Урию поставить под удары, чтобы его убили. Но книга про Липомена не рассказывает нам таких историй, потому что она видит Давиде идеального царя. И все, что не идеально, она замалчивает. Не всегда повествование объективно, но, по счастью, в Священном Писании есть не только это, но есть и книги Царств, где мы эту историю читаем. Потому что задача у книг Царств — скорее рассказать историю Давида. Ну, там и другие, но про Давида говоря. Историю Давида честно и объективно. А задача про Липомена — нарисовать идеальный Израиль, который нужно восстановить вернувшимся из плена израильтянам. Иоав ворвался в рову и уничтожил город. Давид захватил золотую корону, которую носил их царь. Она весила талант, то есть больше 30 килограммов, и в ней был драгоценный камень. Потом корону возложили на голову Давида. Иоав вынес из города очень богатую добычу. Жители его он увел в плен, а сам город разрушил пилами, железными заступами и топорами. Ну, есть толкование, согласно которому он убил жителей пилами, заступами и топорами, но судя по тому, что аммонитяне вовсе не были истреблены, это неверное толкование. Итак, Давид поступил со всеми аммонитскими городами, после чего вместе со всем войском вернулся в Иерусалим. Если бы он их всех убил, то вообще бы аммонитян не осталось, но вот, к сожалению, в русско-синодальный перевод здесь, в царствах, вошли более кровожадные версии, то есть полностью их перебил. Еще немножко про победоносные войны. Ну, вот дальше пошло прямо на полях и примечаниями. Потом было еще сражение с ферестимленами в Гезере. Тогда Сибихай из Хуши убил Сипая потомка Рифаимов. Рифаимы некий легендарный народ, такие великаны. И ферестимлены были покорены. Как часто бывает, такой поединок богатырей определяет исход боя. Было еще сражение с ферестимленами. Элханан, сын Яира, сразил Лахми, брата Голиафа из Гата. Того убил у нас, соответственно, Давид, а вот у него еще брат такой же. А древко копья Голиафа было как навой ткацкого станка. Такое постоянное выражение. Навой — это вал, основной вал ткацкого станка. Ну, вот без картинки это трудно показать, но это действительно такое бревно. И если он с таким бревнышком вместо копья ходит, то, значит, очень здоровый воин. Было еще сражение в Гате. Там был воин огромного роста, он на руках и на ногах у него было по шесть пальцев, всего 24. Он тоже был из рода Рифаимов. Соответственно, такие потомки великанов. Он насмехался над Израилем, и он Афан, сын Шимы, Давидова брата, убил его. Так все эти воины из рода Рифаимов, жившие в Гате, погибли от рук Давида и его людей. Собственно, никакого описания подробного войны нету, кроме этой вот войны с аманитянами. Там ясно, да, причина войны, ход ее, разные этапы. А здесь просто серия эпизодов. Славные победы разных воинов. Ну вот, для повествователя это достаточно. Те самые израильтяне, которые возвращаются из плена, окружены недоброжелателями, вынуждены защищать себя иногда силой оружия. И вопрос, а как, вот что им позволяет себя защитить? Вот то, что Давиду, очевидно, в свое время позволяло, это верность Богу, и это вот такое восприятие истории, когда он, Давид, всего лишь инструмент в руках Бога, когда он вовсе не считает себя богатырем, хотя богатырские подвиги творит и он сам, и его ближайшее окружение, но это лишь часть вот этого единого договора с Богом, и Господь, на самом деле, сохраняет свой народ, а не исполнитель этого договора со своей стороны. В 21-й следующей главе мы прочитаем про то, как этот договор каким-то образом оказался под угрозой нарушения со стороны Давида и в самом неожиданном случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!